42% опрошенных не готовы сохранить семью даже ради того, чтобы была благоприятная картина у их детей. Что случилось? Все разводятся. Женщина хочет ребенка от любимого мужчины. Семьям, которые прошли 20 лет и больше, выдавать какую-то материальную помощь. Вот эти меры материального характера могут укрепить этот институт семьи? Правительство Российской Федерации демонстрирует семейно-центристскую ориентированность и беспрецедентное количество мер поддержки семей с детьми. В своей жизни вы много видите многодетных семей? Вот вокруг друзья, родственники, знакомые. За 20 лет в республике Татарстан на 60% доля рождений вне брака снизилась. В любом случае сейчас умирает больше, чем рождается. В 2028 году в республике Татарстан будет снижение молодых людей от 14 до 35 лет, мы их так считали, на 100 тысяч человек. Чулпана Эльдусовна, если посмотреть сводки новостей за последнее время, то становится тревожно. В России начался досрочный демографический кризис. Это вот прям в главной заголовке. Что, неужели так все печально? Начнем с общероссийского масштаба. Мы с него и начинаем. В 2021 году убыль населения составила 7,1 промилле. Или другими словами, население стало на 0,7% меньше. То есть разница между количеством умерших и родившихся составила 1,042,000 человек. Но пришел на смену 2022 год. И эти показатели убыль населения снизились на 43%. Ну, в любом случае сейчас умирает больше, чем рождается. Так ведь? Если мы посмотрим в ретроспективе, в долгосрочной динамике, то удалось достичь существенных прорывов, в том числе относительно продолжительности жизни. Несомненно, у нас показатели смертности, они не могут сойти на 0. Человек не бессмертен. Чулпан Ильдарханова закончила Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности филология, Московский гуманитарный университет по специальности социология, доктор социологических наук, профессор Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции, член научного совета демографической и миграционной проблемы России, отделения общественных наук РАН, эксперт по независимой оценке квалификации профессионального стандарта демограф, автор более ста научных публикаций, директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан. Вот у меня, смотрите, данные. До середины прошлого десятилетия население России стабильно росло. А вот и увеличилась, как вы правильно сказали, продолжительность жизни. А вот на сегодняшний день оно стало стабильно уменьшаться. Ввиду чего такая тенденция появилась? Ну, помимо ковида. Или ковид во всем виноват? Несомненно, у нас ковидная ситуация отразилась и на снижении продолжительности жизни, как я сказала, когда за один год она сократилась на два года. Но к 2023 году мы снова пошли на возрастание этой тенденции. Если вы хотите посмотреть на динамику суммарного коэффициента рождаемости, то в 2021 году он составлял 1,5 или, другими словами, полтора ребенка в среднем на одну женщину. А вот на 2022 год он уже упал до 1,4. Все эти явления, колебания, даже вот в общественном дискурсе известно такое выражение, как демографическая волна, когда у нас количество репродуктивного контингента, то есть девочек, девушек, женщин, которые способны родить ребенка. Главное, чтобы у них было желание. И супруг, поскольку у нас все-таки традиционные семейные духовно-нравственные ценности. И нам не нужны вот эти показатели увеличения детей, рожденных вне брака. И вот здесь я как раз таки скажу, что за 20 лет в республике Татарстан на 60% доля рождений вне брака снизилась. С одной стороны... Слушай, ну она просто вообще снизилась. И вне брака, мне кажется, и в браке снизилась. Это доля от всех рождений. От всех рождений. Это действительно трансформация сознания. Демографическая, как говорят многие демографы, что уже, кажется, без разницы в браке будут рожать или не в браке. Главное, чтобы появлялись дети, появлялось репродуктивное население, которое сможет воспроизводить... Вот это совершенно чуждая позиция и идеологически в том числе для нашей страны. Поскольку у нас семья в России все-таки как ценность является многодетная, и именно вот этот ракурс пропаганда многодетной семьи, поддержка многодетной семьи находится сейчас в зоне особого внимания Государственной Думы Российской Федерации, где профильный комитет по делам женщин, семьи и детей готовит законопроект о повышении статуса многодетной семьи для того, чтобы у нас вырос суммарный коэффициент рождаемости с полтора до как минимум 2,2, что необходимо для простого воспроизводства населения. Челпан Эльдус, это замечательно, что у нас депутаты озаботились этим. А вообще вот в своей жизни вы много видите многодетных семей? Вот вокруг друзья, родственники, знакомые? Вопрос закономерный, поскольку нас окружают подобные нам люди. Если вы являетесь многодетным отцом, то понятно, что в зоне вашего внимания будут с такими же репродуктивными, уже реализованными ресурсами люди. А если мы посмотрим на статистику, то у нас... А 1,4 ребенка на женщину? Ну, это означает, что одна женщина родила четверых, другая двоих, да, третья никого. В среднем это такой показатель. Но у нас на 30% за последнее время выросла доля многодетных семей. Ну, раньше-то был этот показатель больше, не 1,4, а 1,6. Мы стремимся к тому, чтобы учитывать ошибки прошлого и смотреть на то, как у нас повышение качества жизни зачастую приводит к снижению количества детей в семье. Все эти корреляции очень неоднозначные. Это проблема все-таки физиологическая или это социальная проблема? То, что сейчас рожают меньше, чем, допустим, 10 лет назад? Вообще это, несомненно, сопряжено с модернизацией образа жизни в целом. И если мы обратимся к тем временам, когда наши прабабушки, прадедушки рожали по 6-7 в среднем детей, понятно, что там была и младенческая смертность высокая, но тем не менее, тогда функция детей, именно функция, а не только ценность их как личности заключалась в том, что это были рабочие руки, которые по домохозяйству помогали осуществлять ряд задач, которые всей семье позволяют вообще свою жизнедеятельность поддерживать. Ну, а сейчас тогда что движет людьми, которые рожают много детей, которые многодетными семьями нашими, которых, вы говорите, становится все больше? И давайте посмотрим на то, где сосредоточены эти многодетные семьи. Почему? Мы их не видим. Многодетных семей именно доля сосредоточена в сельских территориях. Ценность многопоколенной, многодетной семьи там по-прежнему остается актуальной. То есть опять нужны рабочие руки, получается? У нас в сельских территориях несколько иная модель контрацептивного поведения. И во многом это сопряжено и с этим фактором. Тогда объясните мне, доля городского населения, ну, это не только касается нашей страны или нашей республики, это касается всего мира, становится с каждым годом все больше. Да? То есть образ жизни меняется, безусловно. И действительно, и во всем мире, это же тенденция не только свойственная Российской Федерации, а всем цивилизованным странам, уменьшается количество детей в семьях. То есть 1,6, там где-то во Франции 1,3 или 1,4 в России. Я просто видел данные, что 1,3 на одну женщину. Так вот, то есть получается, все-таки многодетных семей будет все меньше и меньше, потому что городское население будет однозначно превалировать нацистским. Все зависит и определяется государственной политикой. И в условиях демографического кризиса, как никогда раньше, правительство Российской Федерации демонстрирует семейно-центристскую ориентированность. И беспрецедентное количество мер поддержки семей с детьми, начиная с пандемийного периода, свидетельствует о том, что государство осознает не только демографический кризис и необходимость народа-населения, но ценность каждого россиянина и то, чтобы наша российская культура в наших потомках продолжалась, а не за счет доли мигрантов, как у нас зарубежные страны, в виде эксперимента рискнули и с какими последствиями они столкнулись в итоге, налицо. Ну и, кстати, мы ведь активно зазываем мигрантов и даем им различные преференции для того, чтобы они сейчас поселились на территории Российской Федерации. Это же сейчас тоже целенаправленная политика, насколько я понимаю. Это вынужденные меры, но они все-таки регулируются той квотой рабочих мест в том числе. Вы неоднократно за время нашей короткой беседы уже говорили о тех мерах поддержки, которые уделяет государство семьям для того, чтобы мотивировать рожать детей, чтобы улучшить демографическую ситуацию. И вот как раз всплеск рождаемости 2000-х годов, он был вызван тем, что появился материальный капитал, материнский капитал. Почему этот материнский капитал перестал действовать сейчас? Хотя уже и на первого ребенка тоже дают деньги, и на второго дают деньги, и на третьего дают землю, но и всячески поддерживают. Почему перестала работать эта система? Вообще демографы придерживаются двух противоположных точек зрения. Однако гордо демографов утверждает, что материнский капитал дал дополнительно большое количество рождений малышей, когда достаточно небольшое количество женщин родили максимально возможное количество детей. Но другие демографы склоняются к точке зрения, и она статистически тоже может подтвердиться, что все те женщины, которые собирались родить двоих детей, они это сделали. Просто сдвинулся календарь рождений. Они не стали откладывать это на 5-7 лет позже. Но после того, как они вот это свое желание иметь второго малыша осуществили, это не сподвигло их на рождение третьего. За эти 20 лет ведь выросло целое новое поколение. Кстати, уже кто появился, наверное, с первым материнским капиталом, сам вошел в репродуктивный возраст. И поэтому вполне возможно, мы как бы готовы ждать потомства и от них, да, новых детишек, граждан Российской Федерации. Но почему-то это уже их не стимулирует к рождению. Почему? Начнем с того, что опросы нашей молодежи, российской, татарстанской, свидетельствуют о том, что в жизненных траекториях рождение детей и у девушек, и у молодых людей оно стоит. Конечно, в молодом возрасте не на первом месте, когда необходимо получить достойную работу и возможность в дальнейшем свою семью обеспечивать на должном уровне. Но у нас большое неоднозначное влияние имеет поколение их родителей, которые не готовы помогать своим детям, молодой семье, с учетом того, что сначала вот эти выпускники вуза, они были, скажем так, иждивенцами в родительской семье. И у родителей нет готовности так быстро еще помогать с воспитанием и обеспечением внуков. За последние несколько лет, кстати, возраст женщины, родивших первого ребенка, он увеличился на 3 года. То есть это раньше было 21-22 года, сейчас это уже 25-26 лет. Во многом это сопряжено и с изменением нашей образовательной системы. Если мы с вами заканчивали вуз в 21 год, то сейчас это более поздние сроки. Так а что делать тогда? Каким образом можно стимулировать рождаемость, улучшить демографическую ситуацию в стране? Во-первых, для того, чтобы население захотело иметь большее количество детей, самый главный фактор не материальный, не физиологический, не даже размер вашей жилплощади, а наличие надежного человека рядом. Женщина хочет ребенка от любимого мужчины. Его желание также иметь ребенка, оно влияет на то, какое количество женщина ориентирована в семье родить малышей. Раз уж мы заговорили про мужчин и про семейные пары, увеличилось количество разводов. Тенденция, свойственная стране в целом, но и для Приволжского федерального округа в частности, где количество разводов за первый квартал этого года выросло более чем на 7,5% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Что случилось? Все разводятся? Поскольку мы все-таки живем в республике Татарстан, и у нас есть положительный опыт снижения соотношения доли разводов на долю браков. И в 2022 году это был 531 развод на тысячу браков, а в 2021 году это было 600 разводов на тысячу браков. Вы видите, что снижение колоссальное. А сейчас в 2023. Давайте подождем конца года, поскольку у нас и у разводимости есть сезонные особенности, и все может перевернуться. Ну это ведь тоже немало, получается, каждый второй брак распадается. Но на фоне Приволжского федерального округа у нас наилучший показатель и выше среднероссийского. Все эти явления, связанные с устойчивостью института семьи, они не всегда предсказуемы. А вот нет ли ощущения того, что ценность брака, как система регистрации, она теряется? То есть люди создают семью, они живут вместе, рожают детей, но не вступают, не регистрируют свои отношения. Потому что просто не видят в этом смысла. Эти явления, они очень кратковременные. И мы смогли отследить позитивную динамику по результатам переписи населения. Мы посмотрели, что было в 2010 году и что по результатам последней переписи. Налицо, и это статистически подтверждается, снижение доли сожительств. Это говорит о том, что все-таки вот эта пропаганда семейного образа жизни и определенные условия, в которые население чувствовало социальное одиночество, в том числе в условиях пандемии, они переориентировали людей на то, что семейный образ жизни, он не только облегчает ведение домохозяйства, исторически, это была первая цель создания брака, но и позволяет почувствовать плечо рядом в любой ситуации. И в такой же непростой, как сейчас в паспорте. Как может позволить почувствовать плечо? Мне кажется, никак. Вот вы знаете, у нас здесь были специалисты и по репродуктивному здоровью женщины, были и психотерапевты. И когда речь заходила о демографии, рождаемости, все говорили, что главная задача – это воспитание ребенка в семье. И вот действительно ли так, что все зависит именно от семьи, от того, как тебя воспитали, а не от того, какие меры поддержки тебе дадут, или как с тобой беседу проведут в женской консультации, ну или в школе, к примеру? Вопрос действительно важный, и надо посмотреть опять-таки на него в перспективе. Не у каждого человека был благоприятный опыт родительской семьи. И это совершенно не означает, что у него нет вот этого будущего, когда будет и надежный партнер, и дети, которые гармонично с обоими супругами взаимодействуют, потом появляются внуки. Результаты социологического исследования «Демографическое самочувствие», которое было проведено в 10 субъектах Российской Федерации, на территории Республики Татарстана выреализовывал Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, выявили, что 42% опрошенных не готовы сохранить семью даже ради того, чтобы была благоприятная картина у их детей. Еще 23% сказали, что развод – это норма. И, между прочим, в Республике Татарстан по итогам 2022 года, по данным Федеральной службы судебных приставов, более 20 тысяч отцов-бегунков, которые уклоняются от уплат алиментов родным детям. То есть сначала он не готов заключить отношения в органах ЗАГС, потом он не готов стать официально и быть писанным в свидетельство о рождении, а потом он что, не готов? За родину, в общем, сражаться. Вы сейчас все возлагаете на мужчину, а женщина, когда рожала ребенка, она тоже должна была понимать, готов ли человек, от которого она собирается родить, вообще брать какие-то функции на себя по воспитанию, по материальному содержанию ребенка. Вот поэтому дети должны рождаться в браке, чтобы эти вопросы были согласованы, урегулированы, и каждый чувствовал себя ответственным и надежным. Хорошо, вот смотрите, опять про материальную помощь давайте поговорим. Сейчас, видимо, в том числе, чтобы укрепить институт семьи, предлагают различные мероприятия. Вот, например, депутаты Госдумы предложили отцовский капитал наряду с материнским, только в том случае, конечно, если отец будет в законном браке состоять с супругой, который родит ребенка, да, еще один вариант был предложен, чтобы семьям, которые прошли 20 лет и больше, выдавать какую-то материальную помощь. Вот эти меры, они материального характера могут укрепить как раз вот этот институт семьи, или это все бесполезно? Все эти инициативы очень хороши. Они еще раз свидетельствуют о том, что у нас политика государства семейно ориентирована, и не стоит критическому осмыслению подвергать все эти предложения. После весенних слушаний они либо действительно будут законодательно утверждены, либо нет. Те, кто прожил больше 20 лет в браке, они ведь не во имя этих выплат получали удовольствие от общения друг с другом, от воспитания детей, от преодоления различных психологических, материальных, социальных, иных вопросов. Мы все-таки ратуем наше демографическое научное сообщество на то, чтобы меры поддержки вот сейчас были направлены на многодетные семьи, на стимулирование женщин к тому, чтобы она была готова стать матерью. Троих, четверых, пятерых детей. А многодетные у нас сейчас это пять детей или три? Я вот запутался уже. Эрнест, вы знаете, у нас ведь нет по Российской Федерации единого даже подхода. Каждый субъект, в зависимости от того, какой там суммарный коэффициент рождаемости, он и определяет. Многодетная семья это действительно с тремя детьми или более. И самое еще парадоксальное, что вводит просто, знаете, ступор. Когда женщина, у которой ребенок старший достигает возраста 18 лет, или если он является студентом, это несколько позже происходит, она вдруг перестает быть многодетной. То есть это, знаете, как будто она ребенка утрачивает. Это просто возмутительно. Статус многодетной семьи, он должен быть пожизненным. И уже трех детей родить, это, мне кажется, женщине нужно выдавать медаль мать героине, а не ждать, когда 10 появится. И когда у нас станет нормой уважительное отношение к многодетной семье, женщина расправит плечи и пойдет навстречу демографии. Вернемся к снижению численности непосредственно молодежи. К 2028 году в Республике Татарстан будет снижение молодых людей от 14 до 35 лет, мы их так посчитали, на 100 тысяч человек. Но потом, к 2038 году, у нас есть перспективы демографического роста. Они связаны с тем, что в 2012 по 2016 год было рождено большое количество именно девочек. То есть это в будущем потенциальной матери. А это с чем связано, что рождались одни девочки? Как это могло случиться? Бывает такая закономерность. Мы вообще не должны исключать не только факторы материальные, физиологические, но в том числе и некоторые, иного характера. Чулпана Эльдусна, тогда я закончу с того же практического вопроса, с которого начал ваш прогноз. Как будет развиваться демографическая ситуация в нашей стране? Что ожидать? В нашей стране, благодаря тому, что семейно-центристский образ жизни фактически становится национальной идеей. Стоит ожидать увеличения доли многодетных семей. Это значит, последовательно, не сразу, не мгновенно это произойдет, повышение суммарного коэффициента рождаемости. Мы достигли больших, хороших результатов в снижении смертности, и поэтому у нас естественный прирост, он будет иметь место. То есть все будет хорошо, или же все-таки есть основания для пессимизма? Необходимо не только правительство озадачивать вопросами демографии, но и у меня большой призыв к нашим зрителям относительно самосохранительного поведения. Если вы хотите жить долго, счастливо, увидеть своих внуков, или, может быть, у вас просто мечты о кругосветном путешествии, когда вы выйдете на пенсию, пожалуйста, заботитесь о своем здоровье. Оно закладывается именно в юности, в молодости, а начиная со среднего возраста, это результирует исключительно уже впоследствии. Спасибо большое. Золотые слова. Я думаю, на них мы и закончим нашу программу. Еще раз поблагодарю, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok